У нас был Голливуд, Голливуд. Вот русская балерина всем показала. Это я. Вау! Всем привет! Это канал Таня Престанцы. Мы продолжаем нашу рубрику обзор балетных фильмов. И сегодня поговорим о премьере о фильме «Нуреев белый ворон». И поговорим мы о нем с балериной и актрисой, которая исполнила одну из главных ролей Анастасии Мечковой. Партнер выпуска – проект Fiat HD. Большой балет в кино. 19 мая в Большом театре знаменитый балет «Кармен Сюйта» и новая постановка балета «Стравинского Петрушка». Я не попаду в этот день в театр, но собираюсь посмотреть прямую трансляцию из Большого в кино. Присоединяйтесь! Все очень просто. Заходите на сайт, выбираете свой город, затем находите интересующий вас кинотеатр, нажимаете на билеты, выбираете места, покупаете, и они придут к вам на почту. Не упустите возможность посетить завершающий показ этого сезона. Анастасия, здравствуйте! Приветствую! Можно на «ты»? Да, думаю, что это будет проще. Я очень рада, что получилась у нас встреча для моего канала. И, конечно, по следам премьеры хочется поговорить в первую очередь о фильме. Наверное, немногие знают, что балетная карьера и артистическая у тебя шли бок о бок. То есть ты с самого детства начала сниматься в кино. Ну, это не случайно все произошло, да? Да, да, не случайно. И я часто говорю, что, знаешь, я не разделяю эти две профессии. Для меня я артистка. Потому что в 4 года я впервые вышла на сцену как балерина, маленькая, понятно, что не профессиональная, но балерина. В 6 я начала сниматься в кино, а в 8 я уже ступила ногой на сцену Большого театра. И это все время, да, всегда было параллельно. Ну, вот есть в моей карьере и роли, которые связаны с балетом, да, в том числе последняя работа. То есть где я танцую и играю. А есть и совершенно не связанные с балетом проекты. Самые не танцующие персонажи у меня были. Например, в «Сладкой жизни». Юля – это самый не танцующий персонаж. Она еле-еле разучивает «ча-ча-ча». Мам, а он тебе изменяет. Я видела вчера, как он лапал одно в торговом центре. Ну, как он лапал? Мам, вот так вот он лапал, знаешь, вот так. Трудно было, кстати, делать вид, что ты не умеешь танцевать. Нет, не трудно, мне было интересно. Это классная задача. Единственное, что это моя личная самокритика. Я, например, иногда вижу, что я по привычке иду вот так. Вот за этим надо следить везде-везде. Потому что не балетный человек, конечно, так не ходит. Зато всем артистам на заметку, кто играет в балетных, в первую очередь походка. Это самая такая яркая краска, которую вы можете наделить персонажем. Я всегда вижу балетных артистов за километр просто. Я прямо, как говорится, палю их везде. Это точно. Сразу виды такие. Хорошо. Ну вот к Нурееву трудно было пройти кастинг вообще? Где он проходил? И как давно это? Это давно было, да? Два года назад эта история началась. Была весна. Я была в жутко подавленном состоянии, потому что год вообще не задался творчески. И на момент вот этого судьбоносного звонка я просто, я реально была в раздумьях о том, что со мной что-то не так. Я просто ходила на пробы, а это все было очень чудовищно. Именно чудовищно, как проходили сами пробы. Я не могла понять, что происходит. Может быть, все-таки у меня правда какие-то запросы немыслимые. И тут в этом моем абсолютно таком подавленном состоянии раздается звонок. Вас хочет видеть Рэй Файнс. Я реально восприняла как злую шутку это, потому что тут мои мысли, что до этого как некий Вася Пупкин просто издевался надо мной на пробах, а сделать так и скажите, это ТОР-550. А тут Рэй Файнс. По-английски или кто-то русский позвонил? Нет, позвонил кастинг-директор русская Алла Юрьевна Петелина, с которой у меня на самом деле из-за этого звонка случился. Еще один проект, Троцкий, это мы тоже вот с ее легкой руки я туда попала. Ну и я в состоянии шока, сказала, конечно, да, поставив себе некий зарок, думаю, ну если эти пробы пройдут ужасно, то мне правда стоит будет задуматься. Тем вечером я вернулась домой просто литая, окрылемная, потому что, конечно, я ждала, что мне перезвонят и скажут да, но эта встреча прошла настолько волшебно, настолько просто здорово, настолько творчески наполненно, что я прямо сказала, да, со мной все в порядке, я в профессии. Рэйф произвел на меня сумасшедшее впечатление, потому что ко мне давно вот с таким вниманием никто не относился, потому что он сел вот так, сказал, да, да, и мы два часа вот так дополняем. Просто говорили? Говорили, что я думаю об этой роли, что он думает и как, с чем можно наполнить. Я там какие-то свои, ну, какой-то свой опыт сказал, говорю, мне кажется, это может быть немножко так. Такой, да, 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 но это было вот прямо внимание к тебе как к артисту, столько уважения, это прям, конечно, очень окрыляет. А как он вообще, с чего он рассказывал, почему он выбрал именно Нуреева, почему такая идея возникла? Он сказал, что до долгое время унашивал эту мысль и сценарий, в общем-то, какое-то время лежал. Там был непростой путь к поискам финансирования, и я очень рада, что наша команда поборолась и, ну, этого добились. Я очень благодарна Габе Танна, потому что благодаря ей, это вот наш генеральный продюсер, все случилось. Это так важно, когда собираются люди, единомышленники, для которых важно, жизненно необходимо, чтобы это кино случилось, чтобы оно жило. И, в общем, я рада, что попала на этот корабль и проплыла вместе с ним. Несмотря на все трудности, мы выпустили очень хорошее кино и очень такое на уровне дорогое. Оно другое. Я посмотрела, и мне очень понравилось, что в нем вообще другой, другие акценты, другие, другой стиль. Это видно, что это не американский фильм, что там нет всех мифов, которые существуют об амете. Да, нет экшена какого-то сумасшедшего. Все немножко вроде так тихо происходит, но к вот этой сцене аэропорта уже напряжение становится ощутимым. Оно прям такое становится в воздухе. Я рада, что смогли это передать. Расскажи про свою роль Аллы Осипенко. Это партнерша, которая была... Это его партнерша, в общем, подруга. Но я играла Аллу Осипенко, сценарий был написан Аллы Осипенко, но знаю, что уже на этапе озвучки что-то пошло не так. Алла Георгиевна попросила убрать ее имя из титров, и эта роль просто называется Прима в черном, по-моему. Но это не имеет значения. Я играла там просто ситуационно понятно, что это она. Те, кто знают историю, всем понятно, потому что вот этот знаменитый жест, это он ей показывал, что типа меня закроют. И ну это здорово, нет, я к тому, что удивительное дело прикоснуться к жизни таких личностей. На этапе подготовки ты начинаешь очень много изучать, читать, и благодаря этому я могу сказать, что я много нового узнала. Это касается не только Нуреева, к любой роли, когда я готовилась, особенно если касается исторически существующих людей, сразу такой экскурс в историю, и ты прикасаешься, ты узнаешь другой мир, другой менталитет. Это очень интересно, большое счастье, конечно. А к самой Алле Георгиевне, да? Да. Общалась перед съемками? Я абсолютно интуитивно чувствовала, что я очень хочу с ней познакомиться, но вот уже сейчас, когда я сделала эту работу, я очень боялась, что встреча лично с ней меня очень собьет и выбьет, и когда ты очень тяжело все равно оттолкнуться, точнее, отвергнуть полностью свою пластику и свою физиогномику. Я другая. Если бы я просто боялась, что вижу ее, я начну лепить и копировать, это могло оказаться глупо в моем исполнении. Поэтому я решила, что я сначала сыграю так, как я это вижу, а тем более, вон оно как еще и получилось, что я и не Осипенко вовсе играла. Поэтому А что произошло, нельзя? разглашать? Нет, ничего не произошло. Она имеет право как человек ныне здравствующий, что я не хочу, чтобы использовали мое имя. Не думаю, что это как-то напрямую связано с какими-то проблемами. Сколько шли съемки в течение двух лет? Нет, два года с момента начала подготовки. Съемки вместо лета начались позже, осенью. Ну и в общем, наверное, вот за осень, за сентября по декабрь, ну плюс какие-то подсъемы были в августе. Полгода, наверное, да, снимался фильм. Снимали в основном в Хорватии мы. А в Петербург? Я думала, в Петербург. В Петербург снимали проходки, подсъемы, но у нас удивительная работа операторов и декораторов в том числе. Многие интерьеры, которые вы видите на экране, это искусственно созданные декорации. А, например, можно? Зал Вагановского училища. Он сделан абсолютно копик, ныне существующий и до сих пор выглядящий почти так же. Но он, мне кажется, меньше у вас. Нет, он абсолютно идентичный. Он чуть темнее стены, потому что в то время они и были темнее. Батареи даже были сделаны очень искусно. Какие-то ложи театральные были декорации. Да на самом деле много где-то. Это очень интересно, здорово. А, зал в Гранд-Опера круглый. Но он сейчас выглядит иначе. Он сейчас исторически выглядит сильно иначе. То есть все это было построено специально для фирмы? Ой, здорово. Скажи, пожалуйста, как проходили съемки? Вот один из отрывков я видела у тебя в Инстаграм. Очень, конечно, яркий момент. Расскажи про него, во-первых, что там происходит? Происходят на самом деле овации и большая благодарность мне за за проведенную смену. Так как накануне на уровне подготовки и репетиции я очень сильно повредила ноги. То есть сказать, что я стерла пальцы, это ничего не сказать. Ну, как-то мы увлеклись процессом, и я не заметила, что нанесла себе просто травмы несовместимые с жизнью. А поскольку театр мы снимали в Хорватии, то есть мы специально на несколько дней все экспедиции улетели для этих съемок. Я, конечно, понимала, что не могу подвести команду и сказать, ой, извините, я не могу танцевать. Даже врач сказала, что она не будет участвовать в этом, потому что я перед съемками выпила просто горсть обезболивающих. Ну, в общем, там страшные кошмары залила это все открытые раны или докаином. И, конечно, у меня аж между дублями даже три слова. Это непереносимая какая-то боль. Ну, вот это вот балетная закалка, боли к борьбе и незамечание таких вещей. Ну, и мы сняли, мы сняли много разных планов всяких. Дублей было много, то есть. К сожалению, да. И для всех это, ну, мне очень приятно было большим событием и они, наверное, не ожидали, что я справлюсь. И вот, да, сам Рейв вынес мне цветы. Он чуть не плакал, он целовал мои ноги. Спасибо. Но они просто видели, что там месиво и не могли поверить, что когда я им сказала день накануне, я говорю, нам надо отменять съемку, нам надо отменять съемку. и все будет нормально. Как? Все будет нормально. Вот русская балерина всем показала. Ну, я на самом деле все больше и больше в жизни склоняюсь, что это неправильный героизм, это неправильная форма героизма. Ну, это как раз у вас балет, мне кажется, так заканяет. есть что вспомнить, но это, конечно... А еще какие-то такие моменты были запоминающиеся, которые тоже можно, возможно, посмотреть потом в записи или если даже это было не снято на телефон, то просто какие-то яркие моменты. это очень яркие, очень всегда мы любим за кулиси. Не знаю, у меня есть в инстаграме смешные ролики, как я между трейлерами киношными прыгаю. И для многих в нашей съемочной группе было довольно удивительно. Все-таки меня воспринимали как актрису, а понять, что я так раз и вдруг начинаю там прыгать, какие-то вещи делать. Я такие... Ну, приятная такая реакция. Мне очень, в общем, конечно, съемочный процесс понравился, потому что условия, прямо у нас был Голливуд, Голливуд. Не сказать ничего более, у нас прям были настоящие трейлеры, как у звезд, в которых можно жить, как нас кормили на съемочной площадке. Это все важно, это все влияет на качество твоей работы, твоего состояния. И, конечно, хотелось бы чаще и чаще работать именно в таком продакшене. А сам Файнс, когда... Как он на съемочной площадке себя вел? Как он, по-твоему, смог ли он... Вообще, кстати, он Пушкина, это его была такая видимость этого педагога? Или все-таки Пушкин такой был? Я не знаю. Ну, на мой взгляд, это не в адрес критики Рейфа, но он так же, как и я, сыграл персонажа. Он не сыграл реально существующего человека. Потому что то, что долетело до меня, там прям сильно иначе другой человек. Но на то это и художественный фильм, это не документальный. Ну, там есть выдумки даже. Ну, я так понимаю, что все эти сцены с Чулпан Хаматовой, то, что, ну, ее героиней, интимная сцена, это выдумка. Почему вот так ты решила? А я читала отзывы, не отзывы, а рецензию, и вот много рецензий, где сказали. Все-таки имело место такое быть в биографии? Там все намного серьезнее. А, считала, что у Нуреева не было женщин, вроде бы? Нет, конечно же, были. И не одна, и он периодически встречался с женщинами. Почему же? Он просто никогда не переставал любить мужчин. Ну, и просто это, видимо, как-то вообще не афиширует. в какую сторону ваше внимание заакцентирован? Сейчас всем больше интересна его другая жизнь. А на самом деле, если копнуть глубже, у каждой даже знаменитой личности, которая является гей-иконами, были женщины. Чаще всего были. Это просто не принято потом рассказывать, все потом рассказывать про любовь однополые, а были, конечно, и романы, и истории. Так что я не думаю, что это выдуманная история. Она, может быть, даже не до конца рассказанная, не полностью. Ну, там вообще все аккуратно, конечно. Мне тоже это понравилось, что нет никакой грязи. Никто не копался в белье Рудика, и это здорово. Хотя, с другой стороны, мне кажется, для массового зрителя может быть и не хватит. Но я за то, что это такое кино настроенческое, оно очень атмосферное. Если кто-то захочет снять про эту сторону жизни, пожалуйста. Тут же главное было вот этот его вольный дух, который ему, ну, попытались его поймать в эту клетку, и он вырвался. Здесь история об этом. Здесь основная история об этом, а не о том, с кем он спал. Кто-то захочет, пусть снимет историю любви. А почему такой разношерстный состав, ну, имеется в виду многонациональный? То есть вы из России, Олег, потом... Ну, русские играют русских, французы играют французы. А хорваты тоже играли русских? Хорваты это были? Ну, да, несколько, ну, хорошо говорящих на русском языке, несколько артистов, да, сыграли русских. Просто нашли по кастингу подходящий типаж. Но кино-то интернациональное у нас, получается, у нас продакшн тоже несколько стран, да, участвовало, поэтому и актерский состав также. А как вы общались с нам всем на площадке? На какой языке? На английском, в основном все говорят на английском, конечно. А сам... Рейф, он англичанин. Ну, на английском, я знаю, да, он на английском все. Да, но он научит русский давно и упорно, и мы старались миксовать, потому что, понятно, что чаще говорили на английском, но ему даже для тренировки говорят на русском, будем говорить на русском. Да, я старалась. Но у него получился, конечно, видно акцент, но, в принципе, очень все... Это очень сложный язык для иностранца, да. И вы утверждаете, что он ни разу не загорел с вами о побеге? Никогда. Он не разбирается в политике. Все в танц. Приготовились. Все в танц. Наверное, он из-за чего-то взорвался. На съемочной площадке были какие-то тоже смешные моменты, связанные с языком, может быть? Нет, нет, не было никаких ошибок таких. Он очень трепетно относится к языку, который он использовал и таких... Ну, либо... Да нет, я не помню такого. Но вообще, нам было очень весело. Мы с Сережей Полуниным вообще все время оказывались на всяких проходках, проездах, в автобусе. Ну, такие сцены. Мы все время оказывались рядом, и мы что-то с ним очень много смеялись. Я сейчас хоть не могу вспомнить конкретно... Шутку. Да, но что-то вот какое-то такое детское хи-хи-хи-хи. Рейф иногда говорит, я вас рассажу. Как вот за партами иногда сидят, вот нас тоже. Говорят, я вас рассажу. Не, у нас очень классная команда была, дружеская. А Олег, кстати, сам. Как он... Он же первый раз вообще-то, его дебют был в кино. Видно это было на площадке, волновался. Извиняюсь, что я спрашиваю за всех, но просто как очевидца человека, который был на площадке. Я очень горжусь вообще Олегом, потому что ничего, ты сразу ныряешь в главную роль к такому мастеру. Но также ему очень повезло. До начала съемок Рейф занимался с ним почти что год. У него потрясающий был учитель. И я вижу, как Олег очень благодарен, но так оно и есть. Рейф очень вложился в него и временем, и силами, и духовно. То есть он его прям лепил. И у Олега есть очень хорошее качество. Такая, в хорошем смысле, наглость. Он, даже если у него были какие-то внутренние терзания, никто о них не знал никогда. Он прямо уверенно с гордо поднятой головой. И за что я его очень хвалю. Большой молодец. Ты здорово, так и надо. Тем более, получай такой шанс в жизни. Не мямлить, не думать, ой, ай. Как в балете. Далее партию, танцуй, не скажешь, там другого поставят. Мне кажется, это тоже закалка очень балетная. Он случайно попал в кино или он хотел тоже связать свою жизнь? Потому что я знаю, вот ты актриса, балерина-актриса, Полунин хочет в кино, а Олег? Олег, я как понимаю, было непонятно на тот момент, пока он не понял, что это реальный шанс. То есть у него не было... Хотя он мальчик такой думающий о медийности. В любом случае, у него там своя школа, в Казани, он за новые этапы в своей жизни. Но я не думаю, что он искал. Искали актера на Рудольфа и пробовали очень многих артистов там. Я думаю, что пробовали Овчаренко, который танцевал в Мариеву, да? Сверхо. Сверхо. Да, был одним до последнего претендентом. Отзывы читаешь после премьеры любой. Что думаешь об этом? Ранят тебя, не ранят тебя? Меня очень легко ранить. Это то, с чем я борюсь много и часто, но не всегда успешно. Поэтому, ну, отзывы, если только мне кто-то, наверное, перешлет хороший, тогда почитаю. Но сама не читаю, потому что могу наткнуться на что-то неприятное и опасное для себя. Сейчас вот уже я не ищу таких проблем. А, кстати, что для тебя будет обиднее, когда просто, допустим, дурацкие наличности переходят в внешность, там, я не знаю, ну, какие-то вот хейтеры. или актерскую работу. Все что угодно. Ведь я обижаю тебя и наносит тебе рано только то, что у тебя у самого есть вопросы на сей счет. У меня, к сожалению, к себе очень много вопросов. Поэтому много больных мест, которые можно ткнуть. В этом моя уязвимость. Если бы я была в полном восторге от себя, мне бы что не говорили, я говорю, я не в полном восторге от себя. Мне всегда есть к чему стремиться больше и больше. Я очень много сейчас времени, сил и стремлений прикладываю к тому, чтобы верить в себя, чтобы быть уверенной в себе, чтобы двигаться вперед. И мне надо помочь себе. Если я еще буду подкидывать в печку своих сомнений дровишки, ну, зачем? А так мне писали и Кривоногая Хачиха писали после сладкой жизни. И я рыдала. И про нос мой мне писали. Я говорю, у меня сейчас самый популярный мой пост за все существование моего инстаграма это пост про мой нос, что я его ужасно стеснялась. И в тот день, когда я вроде как поверила, мне написали, что нос у меня страшный. И я снова подумала, вот, ты не доработала. Значит, не врись, доработай. Сейчас вот, наверное, мне уже не будет про нос. Хотя, если это скажет режиссер, что я не беру ее за... У нее нос какой-то не такой. Для меня это будет драмой. Это же так субъективно все. Мы же не можем быть идеальны для всех. Я тоже, я понимаю, о чем ты говоришь. Когда мне тоже говорят, а что ты расстраиваешься? Ну, ты же давно... А когда ты читаешь, это бывает, прямо, аж хочется... хорошо. А чем ты сейчас вообще занята? А чем ты сейчас вообще занята? Вот у тебя как проходит? Ты занимаешься так же в театре? Нет, в театре я все еще нахожусь в декретном отпуске, но вот уже явно-явно пора выходить. Я хожу, занимаюсь сама пока и на растяжку, и какие-то там закачиваю. Ну, в большой класс? Нет, пока не хожу. Ну, в класс хожу довольно редко, нет, хожу в другие места и провожу мастер-классы очень часто, почти каждую неделю. Это сборные группы или это какая-то одна группа, которую ты ведешь? Да что-то она постепенно уже становится какая-то одна, потому что девчонкам так понравилось, они ходят из раза в раз, да, там периодически новенькие какие-то к нам вклиниваются, но одна группа уже есть такая, которая вот сплоченная. Это любители тоже, да? Абсолютно. Просто те, кто хочет позаниматься, кому нравится и... И как тебе преподавать? Оказывается, мне это очень нравится, поскольку мне приходится прям самой все показывать, полную ногу. Я, в общем, и занимаюсь, да, и девчонки меня очень вдохновляют и заводят, я прям, я им очень благодарна, они мне, я им. И это такое хорошее настроение, мы субботу вечером заканчиваем красивыми танцами под Чайковского. И я вижу, как для людей это важно, что для них это прям какой-то свет, и я прям чувствую, что я смогла поделиться, так сказать, взять, грубо говоря, за руку и смотри, добро пожаловать в мой мир. Плюс мы худеем к лету, это тоже классная тема. А вообще ты, как тебе эта идея, что сейчас больный, это очень популярен, очень много школ, очень много людей, которые даже не занимаются, а просто его любят как-то, я не знаю, вот такой расцвет, это закономерно, это почему так происходит вообще? Ой, да я не знаю, почему так происходит. В разное время бывали разные увлечения, и уже такое увлечение балетом было, у аристократов стоял станок, они занимались, а может быть, в общем, для себя все это было. Это сейчас, я рада, что имеет такую, как бы вторую волну, а может уже и не вторую, популярности, потому что у всех, у многих это голубая мечта, да, потанцевать в пачке, у половины, нет, я думаю, 80% эта мечта так и осталась мечтой. Вот она возможность прикоснуться к своей мечте, плюс это хорошая физическая нагрузка, хорошая возможность держать себя в тонус и заниматься тем, о чем ты мечтал. Конечно, это все, ну вот почему, поэтому это объяснимо, все, все хотят прикоснуться к своей мечте и таким образом прикасаются. И, наверное, последний, так, завершающий вопрос, про узнаваемость, про славу, к тебе сейчас подошли, наверняка подходит, как ты реагируешь на это все? Мне всегда очень приятно, когда, ну, когда это интеллигентно, доброжелательно, мне очень приятно. Часто подходит? По-разному, вопрос, кстати, как я, вот, когда у меня накрученные локоны, я, видимо, больше похожа на своих персонажей и героинь, и тогда подходит чаще, когда это в более, в каком-то обычном виде, не всегда, то есть, у людей бывает так, полдня проходит, говорят, господи, я теперь знаю, откуда я тебя помню. Но бывает же, к сожалению, еще хамское, да, поведение, когда там громко стоят, начинают тебя очень громко обсуждать зачем-то, в твоем же, в общем-то, присутствии, или, ну, я здесь, да. Ну да, мне непонятно это поведение, но когда вот просят сфотографироваться, еще что-то, я спрашиваю. Для меня это вот как аплодисменты, меня отметили, то есть, мою работу заметили. Я не скрываю, что я в артистке пошла для того, чтобы, ну, в том числе, конечно, я хочу быть популярной, я хочу внимания, но все хотят на самом деле. И для артиста оно вдвойне важно, потому что это все время такое. Конечно, я не верю, что артисту может быть все равно, что о нем думает. Ты тогда можешь дома перед зеркалом или маме играть. Нет, ты же выносишь свое творчество на суд, и, конечно, этот суд, ты всегда так, скажите, что я хороший, всем хочется быть хорошим и талантливым. Поэтому такое, как одобрение, всегда приятно, очень. Ну, и последний вопрос про планы какие-то. То есть, можешь поделиться, ли они в секрете? Что ты планируешь в дальнейшем? Какие-то проекты? Может быть, ты где-то уже снимаешься снова? Возвращение в большое? к сожалению, у меня проект, который должен был вот-вот начаться, он сорвался. Так бывает. Я не могу сказать, что я очень просто это переживаю, но переживаю. Планы. Планы войти в форму в ближайшее время уже в такую. Планы этим летом наконец-то начать снимать свои видео танцевальные. Планы явно двигать дальше эту историю с мастер-классами и, наверное, уже прямо конкретно подойти к своей мечте, к своей задаче. Я хочу открыть свое место. Это будет не только танец. Мне там много хочется делать. там много всего. Мне хочется такой свой центр, гармонизация, как я говорю, души и тела. Как бы это там не звучало ведически, нет, нет, все нормально, не городская, сумасшедшая, но очень хочется какое-то такое место силы, в котором завязанное на танце, да, потому что моя философия жизни это танец. С помощью танца я эту жизнь впитываю, с помощью танца я свои эмоции транслирую, и я хочу поделиться этим способом с людьми, я хочу научить людей жить, танцуя. Будем ждать этого центра. Очень, да, круто, потому что танец он очень целительный, он нужен нам всем в таком сумасшедшем мегаполисе обязательно. Я говорю, я сейчас вижу каждый раз после мастер-классов как горят и глаза, как они наполнены, как они мне рассказывают девочки, что этот вечер потом он уже особый. Мне бы хотелось, чтобы каждый вечер много особых людей возвращалось домой от меня. Да, кстати, люди творческие, интересные. У меня вот есть два проекта, которые я сейчас вот потягиваю. Видео, связанные с танцем всевозможные, и дизайн одежды сюда потягивается. Если вы хотите совершать какой-то креатив в красоте, нам нужны прекрасные операторы, стадикамщики, все, пожалуйста, милости просим к нашему шалашу, мы начинаем какое-то такое крутое, интересное дело. А также я обращаюсь к инвесторам, дорогие друзья. Крутое дело я придумала, задумала, с удовольствием с вами встречусь и расскажу. Да, мы укажем инстаграм Насте под видео, будет в описании, можете перейти и пообщаться. А про видео еще кратко, это будут клипы или что это такое? Да, я думаю, что это будет в форме таких мини-фильмов, клипов, мини-фильмов даже, но это может быть... Сценарии будут нужны? Сценарии будут нужны. У нас уже есть одна идея, которая давно у нас очень понравится. Отлично, отлично, я говорю, давайте творчески коллаборации устраивать, это сейчас очень нужно и мы все... Летом бывает. Да, и мы все сможем стать хорошим стартом друг для друга. Все, отлично, у нас, с Настей будет одно видео летом, что-нибудь снимем. Точнее, у меня уже есть идеи, я расскажу потом. Спасибо большое, очень приятно познакомиться, послушать интересно и мы желаем, мы все ждем, точнее, пишите в комментариях комплименты Насте, давайте напишем побольше, правда, не то, чтобы не лицемерие, а комплименты, потому что их действительно можно говорить много, чтобы Настя читала и у нее сила духа росла и ее проекты осуществлялись. И мы ждем и этого центра, и, в общем, долгого сотрудничества, в дальнейшем. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами, будем вместе развиваться и только в верх власти.